Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по струйному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного струйного дня. И для того, чтобы предложить вам струйную фишечку, которая на самом деле очень даже не струйная, если рассматривать ее, так сказать, в общем и целом. Потому что калорийность ее почти 800 килокалорий. Ну что ж, у растительного масла еще больше килокалорий. Тем не менее, он является частью струйного здорового рациона. Это можно сказать и вот об этой штучке. Сало похоже, да? Вроде как сало с прожилочкой. Но на самом деле это пузанина. Само название о себе говорит, с какой части это, так сказать, в крышке взята вот эта вот штучка. В отличие от традиционного сала, здесь больше мяса, поэтому на, так сказать, единицу граммов меньше калорий. Больше вкуса. И, ну, опять-таки, из-за того, что есть мясо, как раз не рекомендуется есть сыроватым, что называется, просто засольным. Обязательно нужна какая-то термическая обработка для безопасности. Ну, сейчас не о безопасности речь, а о том, что вот в таком ломтике, это примерно 10 граммов, 70 калорий, то есть немало. Добавить там кусочек хлеба, горчички, овощи, это будет полноценный перекус. И что самое интересное, самое замечательное, он вам подарит сытость надолго, как раз благодаря наличию вот этих жиров. Сейчас к животным жирам уже не такое ужасное отношение, как было еще 10-20 лет назад. Их не обвиняют в повышении холестерина, как это было раньше. Но все-таки, конечно, дозировать важно, в первую очередь, из-за калорийности. Здесь есть очень полезная штука, селен, микроэлемент, который способствует укреплению иммунитета, нормализует обмен веществ, что интересно. Ну и, конечно же, такой продукт, если он нравится, если вы получаете от него удовольствие, и худеть вам будет помогать, если вы можете ограничиться вот таким маленьким кусочком за раз, может быть, даже за день. Вполне достаточно, ведь у вас будут и другие источники жира в этот день. Везде нужен баланс. Пользуйтесь этой стройной фишечкой дня. Я, вернее, не я, а готовила эту пузанину мой сын по очень интересному рецепту, который я нашла, ему подсказала. Поделюсь им по ссылочке, которую вы найдете ниже. Приготовьте, если будет время, желание, альтернатива магазинной непонятной, из чего состоящей колбасе. Маленький кусочек, раз в день. Пользуйтесь этой стройной фишечкой дня. Никогда не сидите на диетах, будьте бодры, веселы, ставьте под видео лайк, и все у вас получится. Всего вам доброго. Пока.